а друзья всем привет сегодня такой коротенький видосик покажу как я делаю дистанционные вот эти муфты это уже будет 4 для того чтобы расширить колесную базу из-за 70 колеи сделать колею на 90 кому интересно как я это делаю как просто я это делаю смотрите видос до конца погнали так ну и что понадобится понадобится для четырех втулок муфт 8 вот таких проставочных шайб и опять час буду задавать вопросы так вопрос сразу отвечаю сразу вот ответ на вопрос вот эти шайбы тормозной диск это шестерочный тормозной диск спирит к будем так вот эти шайбы стоят вот здесь так дальше первым делом рассверлил вот по до направляющие где отверстия были вот такие вот на 8 до под направляющей рассверлил сверлом на 12 вот для чего показываю так болты на 12 в моем случае дистанцию будем делать 10 сантиметров с каждой стороны это болт 120 12 сантиметров все вставляем вставляющих просверленная она здесь по размеру как раз таки 4 болта и закручиваю гайки и затягиваем так вот так вот дело получилось это я закрутил в просверленное на 12 вот здесь отверстия на 13 заводские хотя под 12 болт но на 13 все теперь сейчас навинчиваю сюда гайки сверху 4 штуки и одеваю шайбу и штангелем промеряю нужный мне размер со всех сторон соответственно подводя гайки выравнивая шайбу по плоскости чтобы она со всех сторон имела одинаковый размер так вот зафиксировал 10 сантиметров мне нужно по наружу то есть понятное дело да вот влазит теперь замеряю внутряночку внутряночку и отрезаю нужный мне кусок трубы я уже конечно вот он отрезал и вначале показал теперь остается только эту шайбу снять и вставить его во внутрь при этом гайки желательно не трогать хотя можно потом перепроверить так все закон 3 вставил сейчас на остается только приварить трубу можно использовать не только кругу мне кажется ну и квадратную центрация в данном случае вот этой трубы по большому счету никакой роли не играет потому что они шайбы уже вдруг по отношению к другу настроены так как нужно так как нужно вот размер весь выдержан и они стоят строго посередине даже если трубу криво приварить главное чтобы она там на ступицу наделась все равно она будет стоять ровно можно использовать квадратную трубу не обязательно круглую главное чтоб была возможность прикрутиться вот и все тут это заняло я не знаю мне времени больше объясняю все сейчас выставляю уголками магнитными вот так вот прижимаю чтоб когда переворачивать она не сдвинулась с двух сторон этого достаточно все остается только ее отцентровать одной рукой неудобно понятное дело ориентировочно и проварить точнее прихватить снять болты и проварить в общем сейчас провариваю так прихватил от четырех сторон вот выставил более-менее ровно все теперь болты снимаю и обвариваю ну вот она сюда муфта втулка я не знаю как как и правильно назвать дистанционная муфта наверное да ну похоже да такой на муфту вот где сверлил просверливал на 12 рассверливаю сейчас с одной стороны на 16 примут на сверлил очки на свои патронов прихватил болтами но не зажимал так чтобы можно было позиционировать там где мне нужно сейчас зажимаю и на 16 сверлю с одной стороны потом покажу так просверлил значит на 16 и теперь с другой стороны нужно просилить также на 16 но не напротив друг друга а вот со смещением то есть на 16 сверлю напротив заводского и так 4 раза так все мужики готова то есть вот 16 напротив заводского и 16 напротив рассверленного восьмерочки и сейчас нужно ее сделать также такого же размера как и заводское хотя можно не делать но я сделаю вот и меряю до заводское отверстие она у нас где 13 миллиметров также беру сверло мужики на 13 и 12 раз сверлил на 13 хотя можно этого и не делать но я сделаю так дальше дальше нужно варить с одной стороны 4 гаечки гайка на 12 шаг 125 если не ошибаюсь то есть с такой же точной резьбой как и колесные болты чтобы можно было использовать те колесные болты которые открутятся вот в на данный момент скале 70 вот колеса то есть они они же будут и задействованы чтобы для экономии что ли не все сейчас значит ставлю гаечку вот так и болтом он конусный и резьба здесь до конца и и притягиваю и прихватываю с одной стороны тем самым болты и от центрует по центру вот этого отверстия я думаю понятно где будут привариваться я немножечко болгаркой сварку сбил так чтобы ранее ранее не мешали так как труба очень близко стоит вот тут буквально чуть-чуть вот и все в общем сейчас покажу приварю 4 гайки покажу так друзья ну вот муфта дистанционная и готова делается быстро в принципе дольше рассказывал вот и показывал как это все дело я делаю другие может по-другому делает но я делаю именно так почему на 16 сейчас объясню почему сверлил на 16 так и соответственно чтобы прикрутить к мосту понадобится еще четыре вот таких вот мужики болта под шестигранник вы их уже видели эти болты я креплю делаю сцепление и креплю изнутри барабана вот ступицу потому что обычный болт он слишком близко становится к стенкам и невозможно не рожковым подлезть не торцовым только под шестигранник предвижу уже вопросы где беру как беру еду в автомагазин и там их и покупаю возможно могут продаваться еще там где мужики торгуют дисками на авто на авто да литье особенно литье потому что там есть подтай куда тоже обычный торцовый ключ тоже бывает не залазит можно найти эти болты там да они дорогие но их раз купил говорится потратился зато комфорта добавляют капец как все давайте поставим там где просверлено на 16 направляющие делаем чтобы их не откручивать вот если но это шестигранник здесь на самой направляющей есть еще знаете да который под ключ здесь кругляк там под ключ вот как раз таки на 16 ранее проходит и шайба становится вплотную давайте сейчас ее привинчу и посмотрим вот так вот наживил все видно да расстояние тут зазор минимальнейшем вот таким вот макаром особенно ранее ничего туда не подсунешь а рожковым крутить но это очень долгая песня поэтому вот эти которые просверлены на 16 ключик и затягиваем я думаю понятно можно конечно руками это и вот обрезал его чтобы был мне поудобнее повеселее работать а так вот заводской завернутый можно руками все остается прикрутить колесо этими же болтами которые его держали без вот этой муфты давайте поставлю посмотрим со стороны ну вот и все колесная база расширилась по 10 сантиметров в каждую сторону вот теперь пошире стало все это дело сейчас пойдемте назад разложил угольники линейку посмотреть вот от края колеса и до края колеса от угольники стоят струбцины схватил линеечка сюда у и здесь метр и шесть сантиметров по краям колес колья мужики 90 все так вот поставить на центр соответственно здесь тоже не видно на колея 90 ровно было 70 не совсем другой вид не знаю на ширик на переключиться был прям аж прям аж посимпатичнее все стало теперь можно не бояться что он кувыркнется и так далее там подобное вот как то так как то так почему нельзя было до перевернуть колеса ну во первых можно сзади только тут барабанов нет и колья бы не колья ширина поменялась бы семь с половиной в одну сторону семь с половиной в другую то есть 15 сантиметров знаете да я уже говорил об этом но мы сделали на 10 сантиметров здесь перевернуть не представляется возможным из-за барабанов тормозов поэтому для симметрии я сделал 4 вот таких проставочных муфты для симметрии чтобы колеса стояли правильно вот как то так а теперь когда стоят проставочные муфты кто колеса что здесь что спереди можно еще и развернуть и колея еще увеличится но это уже при желании человека если бы покажется ему мало вот здесь сейчас 90 если он разворачивает плюс 15 будет колея метр и пять сантиметров также будет и спереди понятно так что все на этом мужики все видос не знаю ну короткий не короткий ну показал как я делаю все просто настраивается никаких проблем всем пока